Режим вышел ослабевшим, победив. Это одна из ловушек околовластного существования, потому что ты привыкаешь, и тебе начинает нравиться. Героизм так же, как любое действие, требует планирования. Ситуация ухудшается для таких, как я. Вот нет ни одной социальной функции, которую я выполнял бы в своей жизни, и которая не завершилась бы 24 февраля крахом. По тем же причинам я остаюсь здесь, по каким могу уехать. Мировая история – это не Пригожин против Путина, а мировая история – мы в эпоху, когда Пригожин против Путина. Самая тупая из всех возможных моделей. Дорогие дети, любите традицию. Хороший учитель обманет систему. Это производство отставания. Нам надо забыть о своем величии, потому что мы должны учиться. Можно взять старые чертежи и по этим старым чертежам строить новую реальность. Все возможно. Было и будет, но не сейчас. Жизнь важнее и больше, чем те границы, которые перед тобой ставят общество. Привет! Это Forbes Talk. Я Антон Жилнов. Со мной по видеосвязи Елена Тафанюк, моя соведущая и коллега. И у нас сегодня… Привет! Привет! Здесь в московской студии Александр Архангельский. Думаю, вы прекрасно знаете нашего сегодняшнего гостя, писатель, историк литературы, публицист. Александр, добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте! Саш, мы… Я могу к вам обращаться. Саша, но на «вы». Вот так, наверное, будет правильнее. Давайте сыграем в эту игру. Да, давно знакомы. Саш, я хотел спросить вас про недавние события 24 июня. Тот самый мятеж ЧВК Вагнера. Но спросить не как все закончилось, об этом уже много написано статей, много проанализировано, а какие, с точки зрения истории, как вы считаете, могут быть последствия для режима здесь? Для начала надо понять – это бунт, мятеж, переворот. Мятеж. Это мятеж. Мятеж – это примерно как роман. Роман всегда заканчивается неудачно, потому что, если закончился удачно, то это уже не роман, а союз. Так и здесь. Мятеж, по определению, заканчивается неудачно для мятежников, потому что, как только он заканчивается удачно, это переворот. Переворот не случился, соответственно, загасить эту волну удалось. А теперь с чем мы это сравниваем? Все эти сравнения с революцией 1917 года, заговором генералов, мне кажется, не работают. Это не 1917 год, это не заговор генералов, это смута, это низовой мятеж, а это запорожцы на улицах и еще не поляки, но где-то близко. Пробита некоторая черта, конечно, публично, черта допустимого, недопустимого для системы. Система вышла, конечно, победительницей, с одной стороны, с другой стороны, проигравшей. Потому как спрашивал этот президент одного политика, сколько за с тобой штыков? Хороший ты парень, Дима сказал этому политику-националисту, но силы за тобой не чувствую. Чувствуют ли теперь элиты силу за нынешним режимом? Это вопрос, кто попытается пробить этот, и каким методом, откуда его заимствуют? Из 18-го столетия, из 19-го, из 20-го, или будут изобретать какие-то новые формы? Я не знаю, но то, что режим вышел ослабевшим, победив, вне всякого сомнения. Ну, прецедент создан, и такие вещи, с точки зрения истории, наверное, могут повторяться. Он просто так не забудется, не рассосется. Ну, смотрите, именно теперь про то, что власть проиграла, мы говорили, но проиграл и Пригожин. Да. Поэтому те, кто попытаются в следующий раз выбить дно и выйти вон, не будут повторять его ошибки. Договориться не удастся. Военным путем, несколькими бандитскими отрядами взять столицу невозможно. Между лояльностью новым, сметающим все низовым стихиям, и лояльностью устойчивому, хотя и по ослабевшему режиму всегда будет выбор в сторону устойчивого. Поэтому повторений я не предвижу. Я предвижу пробы новых методов, методом проб и ошибок. Вот это не получилось. Сейчас по аналогии будем, может быть, заговор генералов. Как раз тогда перекинемся из рубежа, значит, 17-го века в 17-й год. Посмотрим. Но что-то будет. Улита едет, когда-то будет. Мы с Леной хотели поговорить сегодня даже больше лично о вас, о вашем... Я мятеж пока не понимаю. Да, да, да. Не в контексте мятежа, да. Поговорить о вас, о вашем каком-то личном опыте, о ваших изменениях, которые вы... которых вы много пережили за последнее время. В апреле вы перестали преподавать на факультете медиакоммуникаций в Вышке. Там до этого когда-то вы ушли с телеканала «Культура» в 20-м году. До этого был совет по культуре при президенте, где вы были. Ну, в общем, много-много-много изменений. Как легко вы адаптируетесь вот к новой жизни, к новой роли? Я просто старался так жить, чтобы ни к чему не привыкать, условно говоря. Вот был момент, когда я... Правильно или неправильно, это можно обсуждать. Но согласился войти в совет по культуре при президенте, и я считал, что в тот момент баланс какой-то держать еще можно. Даже были какие-то каналы связи, и достаточно того, чтобы ты не изменял себе, когда ты в это входишь, и не привыкал. Потому что одна из ловушек околовластного существования, не власти, к власти они имеют отношения, но околовластного существования, потому что ты привыкаешь, и тебе начинает нравиться. Да, тебя гнобят на каком-нибудь закрытом заседании за то, что я вступался за украинских заключенных, так же, как на Сокурова. Была публичная часть, была непубличная. Но это, что называется, в сходе в стоимость путевки. Тебя поругали, как на партсобрании, ничего тебе не сделали. Точно так же, как и удобное существование на хорошем телеканале, к нему тоже привыкаешь. Это удобно. 18 лет. 18 лет. Точно так же, как и преподавание в хорошем, может быть, с моей точки зрения, едва ли не лучшем университете России, тоже вызывает привыкание. К хорошему привыкаешь быстро, отвыкаешь... И статус. И статус. Несомненно, статус есть. Так вот, эксперимент, который я ставлю над собой в этой жизни, один из экспериментов, это в том, до какой степени, запуская коготок, я даю птичке, то есть самому себе, пропасть, увязнуть в этих отношениях. Или не привыкают. Мне кажется, не привыкают. Поэтому, что касается Совета по культуре, закончилось и закончилось. В 2018 году и в новой ситуации, ну, разумеется, я должен был бы выйти из него. Но, слава богу, вышли меня до того, как это стало необходимостью. С канала культура, какой бы канал ни был хороший, он сходит в систему ВКТРК, и вряд ли бы мой союз в систему ВКТРК мог продолжаться. Так что уволили и уволили. С вышкой чуть сложнее, потому что есть студенты. Я не жалею, что больше не работаю на этом факультете. Не жалейте? На факультете? Ну, нет, конечно. Потому что это кадры другого типа, другим способом производимые, другие отношения, другие люди. Я жалею, что я с конкретными коллегами расстаюсь. Но мы продолжаем проекты за пределами вышки, так что с людьми нет. А у студента, да. Это болезненно. Статус? Да и бог с ним. В конце концов, человек живет до тех пор, пока он что-то придумывает. Поэтому любое завершение предшествующего, даже несправедливое, с моей точки зрения, дает шанс попытаться найти себя в чем-то ином. Самореализоваться в более трудных условиях. Знаете, у японских писателей, я не специалист, это надо к Акунину, но я читал, что японские писатели в 40 лет должны были взять псевдоним абсолютно неизвестный и начать карьеру с нуля. Только это подтверждало, что их репутация, их успех не случайны, а воспроизводятся в новых обстоятельствах, когда тебя не знают. Вот. Это абсолютно искренне. Люди могут верить, не верить. Мне кажется, что это не событие мировой истории, а событие моей маленькой биографии. А как бы вы описали свое нынешнее состояние, свою нынешнюю жизнь в России? Вы ушли во внутреннюю миграцию? Или что? Вот вы не уехали, вы остались в России, продолжаете работать, продолжаете выпускать фильмы. Несмотря на то, что у вашего последнего фильма Голд отозвали прокатное удостоверение. Как вы опишите свое состояние? Ну, если я разговариваю сейчас с вами, то это уже не похоже на эмиграцию внутреннюю. Если ты используешь каналы большой коммуникации, то это значит, что ты не спрятался. Я, может быть, спрятался политически, потому что я слежу за словами, когда я работаю здесь и сейчас. И хорошо это или плохо, опять же, можно обсуждать, я не готов. Опять, очень важная вещь. Мне кажется, что героизм это так же, как любое действие требует планирования. Я не планирую быть героем. Просто потому, что я точно знаю, что я, скорее всего, здесь, здесь, здесь не выдержу. Есть люди, которых я знаю, которых я глубоко уважаю, перед которыми отчасти преклоняюсь, которые пошли на это. Я уже рассказывал, что мы 28 февраля февраля 2022 года встретились с Володей Карамурзой в Екатеринбурге, столкнулись. И могли поужинать. И было понятно, что он готов внутренне. И я точно так же понимал, что я не готов, но готов оставаться здесь и готов более осторожно, чем прежде, но продолжать говорить о том, о чем я думаю. Так что это не похоже на внутреннюю миграцию. Это не похоже на открытое противостояние, какое-то иное существование. Какое? Как его определить? Я понимаю, что вы имеете в виду, но вот интересно, как вы сами его описываете, если термин такой есть. Не знаю. Это похоже на существование внутри осажденной крепости, у которой есть все-таки некоторые неподземные пока еще входы и выходы. Это не подпольное существование, это не внутренняя миграция, и это не политическая борьба. Чем закончится этот эксперимент, мы не знаем, потому что мы не имеем точки сравнения. Я живу довольно долго, поэтому я успел начать работать при поздней советской власти. Я помню, как она вдруг начинает исчезать, испаряться, потом появляется новое государство с новыми правилами и так далее и тому подобное. Но ничего подобного тому, что мы переживаем сейчас, я лично не проживал, поэтому открыто. Ситуация ухудшается для таких, как я. Но смотрите, понимаете, что я сделал? Когда было дело Серебренникова, я мог смотреть на это как бы снизу вверх, потому что где я и где Серебренников, вот Серебренников – символ. И боролись с символом, показывая всем, что будет с вами, если вы не покаетесь. Когда беру Дженни Беркович, я уже не могу, конечно, себя не сравнивая, она великая и прекрасная, но я могу хоть как-то попытаться провести параллель между ею и собой. Мне уже более-менее понятно, как я могу оказаться в этой точке. Слово снова опасно. Да. И, ну, например, когда Петрановскую начинает представить прокуратура, психолога, педагога, человека, не вовлеченного опять же в политический процесс, я могу попытаться представить себя на ее месте. Поэтому это вот внутри осажденной крепости, которая пока, помимо подземных входов и выходов, есть и плохо отпирающиеся ржавые ключи. Эти ключи у меня в кармане, я вам пока их не отдам. Какую сверхидею вы для себя в этом всем находитесь? А какая может быть сверхидея у человека остаться человеком при любых обстоятельствах? Ну, ради чего все это? Ну, слушайте, за время пути собачка могла подрасти. Зачем вообще все это? Вот мы живем, чтобы умереть, мы знаем, что мы все умрем. В конце концов, это неизбежный финал любого человека. Но сам путь этого движения внутри самого себя во взаимодействии с людьми, он имеет самодостаточное значение. У него нет смысла, помимо смысла заключенного в нем самому. Можно так сформулировать. И не нужно. Ну, вы ради чего живете? Ради того, чтобы что-то доказать? Нет, а чтобы попробовать и посмотреть на самого себя и понять, справился ты или не справился. Кроме того, у меня есть сверхзадача. Я хочу, чтобы моим детям не было за меня стыдно. У меня их четверо, и у меня уже внуки есть. И для меня очень важно, чтобы они меня не стыдились. Они могут со мной не соглашаться. Они могут принимать, не принимать какие-то мои решения. Но в итоге я бы хотел, чтобы им, когда меня не станет, было не стыдно и дальше внукам. Я считаю, что это вполне достаточно. Про мировую историю и личную биографию. Да, в этом смысле каждый отдельно взятый человек, и мы с вами. Это часть мировой истории. Наша маленькая биография, которая незаметна для исторических, она часть этого процесса. Потому что это все кипит, кишит. Разные линии, разные траектории, разные судьбы. И в итоге на выходе. И получается это самая мировая история. Мировая история – это не Пригожин против Путина, а мировая история – мы в эпоху, когда Пригожин против Путина. И я в этом убежден. Точно так же, когда в Спитаке много-много лет назад произошло грандиозное землетрясение, или, например, мы можем перенести, чтобы не было только про Армению, в Турцию в этом году, и погибло огромное количество людей. Я это вспомнил. Один священник мне сказал на вопрос, а как же так вот Бог допускает, чтобы гибло 20 тысяч человек? Сразу, в один момент. Он мне ответил, знаешь, гибнет 20 тысяч раз по одному человеку. И жизнь, и смерть – это про одного человека. А в сумме получается та самая мировая история, которая… Зависит от нас или нет, я не знаю. Я дополню Ленин вопрос. Мы делали выпуск с Сашей Бауновым, который сейчас в Италии. И на вопрос, почему он там, он сказал, что просто я не хочу ловить это дежавю, которое здесь я помню в 80-х годах, когда запрещенный БГ, когда запрещенная машина времени, и вот они снова запрещены, мне просто противно. Мне просто противно находиться в ситуации, воспроизводимой вот этой отмены культуры, запреты на культуру и так далее. И поэтому вот там более естественная среда, в которой тоже можно состояться, тоже можно жить и так далее. Вот вы все-таки здесь. Я в основном здесь, я еще часть жизни провожу в Армении, но… Но тем не менее, вы же тоже ловите это дежавю, наверняка этот бред, в котором мы все оказались, он же должен уже, ну, когда человек в возрасте, раздражать, потому что, ну, хочется пожить, а тут опять какие-то преодоления, опять какие-то вызовы, опять какие-то челленджи. Слушайте, ну, человек уходит на пенсию не в тот момент, когда ему выдают удостоверение, а в тот момент, когда он не готов меняться и отвечать на вызовы времени. На пенсию мои многие современники начали уходить лет в 30, прячась за вот этим пенсионным отставническим состоянием от давления эпохи. Но Баунов все-таки не вышел на пенсию. Не вышел, он продолжает просто работать в другом месте, на других условиях. У меня когда-то, мне сделали операцию лет 18, и у меня исчезло обоняние. Поэтому я плохо слышу дурные запахи. Но дело в том, что многое противно. Но есть, вот смотрите, вот я бываю там, пока пускают в регионы с лекциями, встречами. Есть огромное количество людей, не мыслящих так, как те, кто живет в Берлине, в Ереване, или в Италии, или в Испании. Они не могут уехать и не уедут. Может быть, даже если бы могли бы и не уехали, все равно денег у них нет, языков нет у многих. И дети, и больные родственники, и так далее. И что, вот как? Этим людям не протягивать руку. И опять же, я не про то, что нельзя уезжать. Я и сам не зарекаюсь. Я не знаю, как сложатся обстоятельства. Но если ты можешь, и у тебя вот лично есть такая возможность, почему ты должен отворачиваться от этих людей и не идти к ним навстречу? Они тоже нуждаются в той же мере, в какой иммигранты, реиммигранты, релаканты, антирелаканты, возвращенцы. Еще будет проблема возвращенцев. Подождите. Часть людей, не встроившихся в западный мир, приедут сюда. Это будет новое страдание, и новое испытание, и новая боль. Мы с этой болью даже будем как-то работать. Короче, пока у меня хватает внутренних сил, я буду здесь и разговаривать вот с теми, с кем я могу поговорить. В Берлине, хорошо, я не против Берлина, я с удовольствием туда поеду. У меня сын живет в Германии, и внуки там же. Но в Берлине есть с кем, кому и о чем поговорить. А здесь все меньше, с кем? А здесь все меньше, но есть средства связи, мы вот разговариваем в Zoom. Вчера Zoom с условным Лондоном, условным Краковом, сегодня вечером Zoom с Ереваном и Цехкоотзором, и так далее и тому подобное. Спасибо изобретателям, ну, Скайпа когда-то, который проиграл, мне кажется, эту битву. Но тем, кто пошел по этому пути, мы живем в проницаемом, коммуникативном, до сих пор не перекрытом мире. Опасность – другой разговор. Да, степень опасности. Когда-то у меня формулу дал гениальный Арсений Борисович Тарагинский, один из основателей мемориала. «Не дай им себя убить». Вот это другой разговор. Когда ты встаешь перед выбором исчезнуть, да, или остаться, но не здесь, ну, конечно, надо уезжать, конечно, надо спасать, что называется, спасать шкуру, просто потому что твоя шкура для мировой истории, как мы это говорили, шкура отдельного неубитого медведя, именно неубитого, для мировой истории важна. По тем же причинам я остаюсь здесь, по каким могу уехать. У меня есть своя судьба. Не значит, что чужая судьба должна строиться по тому же лекалу, но и моя не должна строиться по чужим лекалам. Кому-то надо срочно брать монатки. Если бы Глуховский вовремя не уехал, если бы Красильщик вовремя не уехал, если бы многие-многие-многие, те, кого Сонин, кого начали приговаривать задним числом, не уехали вовремя, они бы тоже выдержали бы, не выдержали. Слава Богу, что уехали. Но и те, кому ничего не грозило, потому что это их путь, они должны выезжать. Да, они должны жить там, где Господь над ними раскрывает небо. А насколько изменился ваш круг общения за последние годы? У вас много ли друзей уехало? Может быть, с кем-то вы перестали общаться по политическим мотивам? Друзей уехало много. Мы не перестали общаться. И перестали общаться с теми, с кем и не очень-то общался, но как бы взаимодействовал. Но эти имена, чтобы болотную жижу не поднимать со дна, называть не хочу. Есть люди, у которых крыша съехала. Они видят счастье свое новое. Это ваши друзья? Ну, не друзья, но те, с кем я все-таки был знаком и взаимодействовал. Ну, таких, к счастью, так мало, что это не критично. А дальше, иногда я удивляюсь и по обе стороны границы, у которых откуда-то берется желчь в Фейсбуке. Но этой желчи, я точно знаю, у них в личном качестве нет. Они живут как будто две разные жизни. Я тогда пытаюсь себе представить этих людей за столом, и все становится легче. Слова вторичные, а человек первичен. Нет, я правда говорю, не вижу я никакой катастрофы. Более того, когда я изредка приезжаю куда-нибудь, мне теперь есть не просто с кем поговорить, потому что, ну, встретились. А это счастье, это новая форма счастья. Ты редко видишься, но когда видишься, ты раскрываешься навстречу так, как не рассказывал собой в другом случае. А в чем, видите, главное для себя пафосное слово потеря, кто-то видит их в уехавших друзьях, кто-то в утрате профессии или право на профессию. Вот для вас главный урон не потеря, наверное, урон это все-таки что вот в этом новом времени после 22-го года? Ну, если не эгоистично... Можно эгоистично? Ну, я бы просто порядок какой-то выстроил. Первое, конечно, я вижу, знаете, иногда как во сне видишь, вот перед тобой поле, да, и по этому полю идут, бредут миллионы людей, потому что их сорвали с места. И я к этому имею, как гражданин, некоторые отношения моральные, ответственность за это несу. Я не виноват, потому что вина это то, что я сделал или не сделал, но я не внутреннюю ответственность за это я вижу, и, конечно, это ужас. Я представлял, что будет война малая, но я не представлял себе большой войны. Наверное, если бы я себе представлял как-то иначе, я бы себя делал в предшествующие годы, но что уж сделано, то сделано. Если говорить лично про меня, то ну что, ну все, что я строил, рухнуло. Вот нет ни одной социальной функции, которую я выполнял бы в своей жизни, и которая не завершилась бы 24 февраля крахом. Я делал учебники школьные, кому эти школьные учебники нужны. Я преподавал, и мое преподавание медийного начала не привело ни к чему. Я писал книжки, и книжки эти ничего не остановили. Я сейчас сам себя опровергну, потому что цель все-таки в другом. И так далее и тому подобное. В общем, нет ни одной сферы жизни, где бы я работал, и все не обвалилось бы. И вот эти два чувства, что я соучаствую в каком-то большом процессе, который наносит людям, несет людям боль, страдания, ненависть, ужас. А с другой стороны, что все защитные, как это, фортификационные сооружения, да, социальные, в создании которых я участвовал, все пошли прахом. Это, наверное, два катастрофе. Все остальное вторично. Согласен. Но вопрос, почему пошли прахом? Кино вы начали снимать не сегодня и не после войны, а намного раньше заниматься документальными фильмами. А книги можно покупать. Да, они, наверное, не остановят спецоперацию, но вклад ваш очевиден. Почему тогда вы считаете это крахом? Ну, я подчеркнул, что это про социальное служение, про социальную функцию. Это не значит, да, я веду к тому, что смысл жизни не исчезает от того, что социальная функция не выполнена. Потому что я уже про это говорил, да, что смысл жизни не в том, чтобы что-то сделать, а в том, чтобы двигаться. Аузан, которого вы брали интервью, любит повторять, на наших могилах будет написано, они заблуждались искренне. Еще раз, собачка могла подрасти. Вот это, мне кажется, как только мы начинаем искать смысл жизни за пределами внутреннего ее проживания, мы начинаем ставить ложные цели. Вот там каюк. Тогда там начинается большая милитаризованная политика. Мой главный враг – геополитика, когда ради каких-то отвлеченных схем нужно жертвовать людьми. И не важно, сколько людей погибнет. Важно, чтобы цель была достигнута. Я в этом смысле все больше становлюсь тем, что при советской власти называли абстрактным гуманистом. Была такая формула. Вроде и гуманисты, советская власть не против гуманизма, но не классовый гуманизм, а абстрактный. Вот я абстрактный гуманист, в этом смысле единственное его прибежище. Дальше надо работать, не задавая себе вопросов, к чему на социальном уровне это приведет. То есть, грубо говоря, книжки. Если тебе внутренние, ты готов – пиши, продолжай. Готов внутренне снимать – снимай. Поменяет ли это мир – забудь. Если ты уже убедился в том, что мир не меняет, забудь про эту социальную функцию – работай. и сохранить себя, свою психику, свой внутренний мир, своих друзей, свою любовь и ненависть. Важно. Просто как только мы перестаем мыслить глобальными категориями, а, наверное, один из грехов наших исторических заключается в том, что мы слишком глобально мыслили, мыслить более конкретно про человека, про группы людей, про пребывание здесь, в этой земной истории. Но это я уже начинаю морализировать и, честно говоря, сам себя за это не люблю. Я хотел спросить про ваших любимых поэтов. Я знаю, это Пастернак и Заболоцкий. Они ведь, несмотря на все, что с ними происходило в Союзе, тоже не уехали. И насколько для вас их литературные биографии не поэтические, хотя они пересекаются, а именно жизненные их биографии, стали некой такой моделью, примером. Потому что, ну, вы, как писатель и как историк, не можете не ориентироваться на какие-то фигуры крупные, да? Ну, и у меня есть еще более любимые. Еще более крупные фигуры. Еще более крупные фигуры Пушкин. И вот Кунгкарс хотел уехать. И много раз предпринимал попытки. Это другое. И сжаловался на невризму. И, в конце концов, был готов уехать в Китай. Только не получилось, не срослось с отцом и Акинфом Бичуриным. Так что, если взять двоих любимых, Пушкин и Пастернака, то один хотел уехать и не смог, а другой уехал и вернулся. И не то, что они сидели, специально моделировали себя. Не, не уеду ни в коем случае. Могли уехать, вполне состоялись бы уехавшие. Пастернак отказался уезжать, потому что, понятно, здесь оставалась любовь. И он выбрал между любовью и благополучием, а не между Родиной и отсутствием Родины. Мне кажется, это гораздо более важный выбор. Родина важна, но относительно. А человеческие связи важнее. Моделировал ли я? Откуда я знаю? Не моделировал, нет. Насколько для вас примеры из 20 века, которые мы знаем по истории, где тоже вопрос вставал выбора? Насколько для вас они значимы? И какие биографии повлияли на вас? На ваше поведение? Когда-то для меня было важно, чтобы Пастернак не уехал. Сейчас я не сказал бы, что для меня это важно. Я вообще смотрю несколько иначе. Все время возвращаемся к тому, что собачка могла подрасти. Да, в юности я, наверное, думал так, как вы про меня говорите. Думаю, сейчас. Думаете, сейчас. Нет, еще раз. У человека есть какая-то судьба. Как это объяснить, замерить? Не знаю. Это какая-то метафизика уже. Вы же чувствуете, что у вас есть своя судьба, во многом зависящая от вас, а в чем-то от вас не зависящая. У того же Пришвина есть замечательная формула, надо найти хомут по шее. Под вашу шею подойдет отец – это хомут, а под мою – другой. И это важнее любых моделей поведения, любых идеологических приполнений. Цветаева, мне кажется, что ужас ее жизни в том, что она вернулась. Вынуждена была вернуться, потому что муж ее поставил в такое положение. Но это что это такое? Это судьба, выбор или не выбор. Пастернак в какой-то момент выбирал и выбрал любовь, совпавшую с Родиной. Но если бы любовь была в Берлине, уехал бы в Берлин и был бы прав. О какой биографии вы больше думаете сегодня, наблюдая за сегодняшней Россией? Какую Бог даст? Я попытаюсь остаться, но не уверен, что это получится, потому что ситуация ухудшается, вне всякого сомнения. Медленно петля сжимается, сожмется ли она до конца – кто знает, я не знаю. Я предпочел бы остаться просто потому, что мне так понятнее. Повторюсь, у меня нет обоняния ни физического, ни метафизического. Я не чувствую плохих запахов, я не чувствую, как плохо пахнет в воздухе. Откуда ветер дует – чувствую. Кожа реагирует тоньше, чем обоняние. Те, кто уезжает, прекрасно понимаю. Еще раз говорю, это не проповедь, братья и сестры. Так останемся же здесь зачем, чтобы помереть? Нет, если мы остаемся, то только для того, чтобы жить. И где жизнь складывается как жизнь, как твоя жизнь, не как чужая, там и надо жить. Поэтому ни на чьей биографии не ориентировался бы. Вот Пушкин уехал бы. Страшно интересно было бы, например, снять сериал о том, что Пушкину получилось уехать в Китай. Разумеется, что в духовной миссии он бы сидел, но, разумеется, не был бы членом духовной миссии. Поэтому, разумеется, роман был бы какой-нибудь. Пушкин появился бы «Китайская возлюбленная». Ну и так далее. Можно такой мелодраматический сюжет развивать. Но нет. Лучше бы это было, чем «Дуэль в 37 лет». Мне кажется, гораздо лучше. Поэтому как-то несправедливо говорить, что лучше остаться, погибнуть на дуэли в 37. Да лучше в Китае. Почему в России такое большое количество волды миграции наблюдается все время? Мне кажется, я не вижу другой страны, где вы были. Настолько популярна эта тема была. Ну, Мексика очень популярна. Нет, многие страны. Просто иммиграция, в отличие от переездов. Это какая-то русская мечта? Как американская мечта? Это не американская мечта, не русская. Это просто слишком много тоталитаризма. Иммиграция возможна только там, где тоталитаризм. Во всех остальных случаях это не иммиграция, это переезды. Мобильность населения. Мобильность населения, с точки в точку. И это абсолютно нормально. А иммиграция вещь плохая. Не те, кто в иммиграции плохие. А иммиграция как жанр политически ужасна. Именно потому, что условиями ее является несвобода. Про молодежь, которая сейчас оказывается вот в этой стране, откуда опять уехала какая-то куча народу. В общем, наверное, самого худшего народа уехала. Что вы думаете про своих студентов, которым сейчас 20-25? Какая у них может быть судьба в России? Что они там могут делать при нынешней цензуре, при нынешнем положении? Ну, во-первых, многие уехали и начали уезжать, когда это была не иммиграция, а мобильность. Поступая в магистратуры западных университетов, у многих получилось оставаясь там и достигая успехов. Я просто конкретные примеры знаю. Мы отправляли многие в Швецию и маленькая колония наших выпускников есть, в другие университеты. Сейчас зависит от возможностей и готовности. Ну, опять же, обстоятельства разные. Разумеется, мобилизация повлияла на решение, и люди рискнули. Пошли на то, на что, может быть, семьи не пошли бы в других обстоятельствах. И складываться их судьбы будут там. Но поскольку мы давно уже поняли, что, опять, не про то, что будет глобальная катастрофа, а про то, что ситуация будет уж точно не лучше, мы потихонечку готовили людей не к актуальной журналистике, потому что захотят стать актуальными журналистами, станут и без нашего педагогического мастерства. Это, в конце концов, профессия жизни, которая учит жизнь в большей степени, чем курсы повышения. Мы уводили в цифровую сферу, которая дает возможность работать где угодно. В музеях, в кино, в образовательных центрах и так далее и тому подобное. То есть они могут применять свои навыки где угодно. И не зависеть от того, есть ли политическая журналистика или нету ее. Это не политическая вообще, и не журналистика, а что-то другое. Не будем упоминать нехорошие слова. Социальное безответственное поведение. У многих сложилось. У кого-то не сложится, без всякого сомнения. А те, кто остается здесь, таких тоже много, безусловно. Как говорила нам Екатерина Шульман, 142 миллиона не вывести. Не вывести. А смогут ли они проявить себя через 5-10 лет здесь? Будет ли ставка на какую-то креативность, ум? Непредсказуемо. Как говорят в анекдоте, сантехник, хозяин, систему менять надо. Все зависит от того, какая будет система. Чем закончится вся эта ужасающая история? Как, в каких формах закончится? У меня нет ответа. Поэтому у меня нет ответа на ваш вопрос. У меня была книжка, называлась «Музей революции». Там она заканчивалась тем, что президент не Путин, а следующий. Было осторожно написано. Объявляет войну в последней сцене. В такой пародийно-сурковской форме. А заканчивается в афере пилог, что через 2 года война проиграна. И надо строить все абсолютно с нуля. Это мои ощущения. Они ничем не подкреплены. Я не социолог, я не политолог. А исторические аналогии никогда не срабатывают. Кроме общих закономерностей. Все тоталитарные режимы в какой-то момент теряют контроль над собой. Потеряв контроль над собой, они заходят за черту, которой нельзя было переступать, и распадаются. Это точно. Приходят ли светлые, разумные, вечные, или приходят те, кто еще хуже? Это другой вопрос. А у нас вы считаете тоталитарный режим? Потому что тут тоже разные политологи, эксперты, историки разнятся во мнениях. Кто-то считает электоральный авторитаризм. Авторитаризм дают разные ярлыки. Вот вы все-таки какой ярлык дали бы этому режиму? Конечно, это был жесткий авторитаризм до той черты, когда режим полез в частную жизнь. Вот это же очень понятно. Авторитаризм старается контролировать внешнее поведение, но не лезет в частную сферу. А у нас единственная консенсусная идея в нашей стране – это родители один, родители два и ЛГБТ. Больше ничего важнее в этом мире, кроме как бороться с этими чем? Как мы это определим? Поведенческими стратегиями. Единственное, что мятеж может оказаться важнее темы ЛГБТ, когда мятеж про ЛГБТ вдруг на какое-то время забывают. Ну да, это тоталитарный режим, он полез в частную жизнь. Про образование хотим с Леной тоже с вами поговорить. Важная тема, поскольку вы делали и методички, вы делали учебники… Методички в хорошем смысле. В хорошем смысле слова, не на старой площади. Учебники по литературе, курсы по литературе пятые-девятые классы. И вообще, там, ну, мое поколение помладше. Все помнят, какое образование было. Да, оно было где-то, возможно, хаотичным, но оно было свободным. Вот моя школа, мой университет, МГУ в данном случае. Я помню, там, начало нулевых годов, это было свободное образование. Сейчас такое впечатление, что образование снова возвращается к некой советской модели. Согласны ли вы с этим, либо это преувеличение? Знаете, сейчас я неожиданно вступлю из-за советское образование. Оно разное. И в разные периоды оно очень разное. Были 20-е. И про это в нашем АйОфе совершенно замечательное исследование. И продолжало их до 50-х. Было образование 70-х. Давайте про какую часть советского образования мы говорим. Какое самое гнусное? Гнусное это после ФЗУ, когда Сталин начал переводить образование до научно-технической революции. Вот этот период полной архаизации. Я думаю, что нас отбрасывают туда. Это какие годы? Это самый конец 40-х, начало 50-х. Нас туда отбрасывают. Нас туда отбрасывают. Это не на 10, не на 20, не на 30 лет. Потому что в 70-е уже все было не идеально, но живо. Потому что накапливались идеи педагогики сотрудничества. Это гуманистическая педагогика, позднесоветская. А то, что сейчас происходит, это архаизация до хрущевскую пору, до НТР, до спецшкол, до системы языковых школ, до системы, которая выталкивала мальчика или девочку со способностями из глубинки в верхние слои интеллектуальной атмосферы и давала шанс раскрыться Коломогоровский интернат и так далее и тому подобное. И это архаизация на уровне позднесталинского времени. Самая тупая из всех возможных моделей, если мы про школу, торжествует. В чем она проявляется? Ну, я могу про свою сферу сказать. Вот смотрите, задача преподавания литературы в школе, она противоречивая, она несовместимая. С одной стороны, вы должны детей вовлечь в чтение, чтобы им нравилось читать, они бы читали потом, когда закончат школу. С другой стороны, вы говорите, мы вот знаем, что литература транслирует традицию, дорогие дети, читайте то, что мы вам скажем, чтобы вы были носителями традиций. Традицию мы сами нарисовали, мы сами загнали туда школьников, и теперь говорим, а теперь любите эту традицию. Дорогие дети, любите традицию. Сейчас попробую объяснить, так чтобы это было понятно на пальцах. Ну, например, принять документ, который не просто выстраивает все произведения, изучаемые в школе в иерархию, но расписывает по классам, и желательно, чтобы во всех классах школы изучали эти произведения. Вы приходите в школу, у вас есть учитель, он вас наблюдает, он с вами разговаривает, он понимает, что у вас получится, что у вас не получится. Вместо того, чтобы вас увлечь теми текстами, которые вам лично, вот вам предназначены по судьбой, вам предлагают тексты, которые к вам не имеют никакого отношения. Ну, например, есть великие советские поэты, которые раскрылись во время Отечественной войны, но до нее и после нее талант их обделял. Ну, возьмем Симонова, ты знаешь, Алеша, дороги Смоленщины. Ну, вы что теперь будем изучать? Майор привез парнишку на Лафете. Это 30-е годы, это такая Донбасс, Луганск. Стайл. Стайл. Да, стайл. Были бы стихи хорошие, еще куда не шло, можно было бы подсказать. Ну, Пушкин тоже к великолепникам России написал, но зато какие стихи. Смысл ужасен, форма прекрасна. Но это и по форме никуда не годится. Вам предлагают тотальную сетку, эту сетку накидывают на вас, и пой, птичка, пой. Не получится. Это было в поздние сталинские годы. Да, вариативность хоть какая-то в поздней советской школе была. Хоть какая-то. Кроме того, поздняя советская школа как была устроена? У вас есть школа, а вокруг школы у вас кружки. Дома юных техников, дворцы пионеров. И вот там программа не жесткая. Ты увлечен языками – иди туда. Хочешь фотографией заниматься – иди там, где дети увлечены фотографией. Меня вообще пересоздал дворец пионеров. Я из обычной не интеллектуальной семьи. Нормальный советский ребенок. Если бы я не попал в дворец пионеров, где педагог, ныне здравствующая Зинаида Николаевна Навлянская, меня просто вытянуло в другую жизнь, в том числе интеллектуальную, меня бы не было. Это поздняя советская. Да, сейчас вот где дворцы пионеров, какие кружки. Где школа? Вот в школе повезло с учителем, повезло, не повезло, не повезло. Хороший учитель обманет систему, разумеется. Он будет писать одно, проходить мы будем другое. Может прийти прокуратура, кстати говоря, и в Ленинградской области она приходила. А почему в Ленинградской области? Потому что было принято решение, что нужно изучать родную литературу и родной язык. Помимо литературы русской. Ну хорошо, в Татарстане я понимаю, что это такое. В Башкортостане тоже мне понятно. Есть башкирская традиция, мы ее изучаем и башкирский язык. А в Ленинградской области? А тем не менее, поскольку постановление принято, надо изучать. Вот изобретайте теперь родной ленинградский язык и родную ленинградскую литературу. Понятно, что это литературное краеведение, голь на выдумке хитрая. Учитель найдет выход из тупика. Но зачем? Это вопрос про жизнь и социальные навыки. Что это дает? Ничего. Это отставание. Это производство отставания. Вы пытались модернизировать школьный курс литературы. Вот что вам удалось? Я так понимаю, что все, что вы сейчас рассказываете, вы с этим боролись в процессе модернизации? Ну, во-первых, удалось день простоять до ночь продержаться. Все-таки эти процессы начались гораздо позже, чем могли бы начаться. Одним из смыслов общественной деятельности в сфере педагогики это делать так, чтобы система не работала. То есть ты тратишь свою жизнь на то, чтобы все работало в холостую. Ну, в холостую это поработало. Какой-то у нас был замечательный закон об образовании 2011-2012 годов. Бывает так, что в России принимают законы прогрессивные. Потом, разумеется, начинают эти законы вскрывать, залезать туда руками, что-нибудь помять, придушить, вырезать, заткнуть какую-нибудь железяку. Но поскольку он хорошо придуман, он продолжает работать. Он вариативный. Но поскольку все времена не вариативные, а времена тотальные, то может ли быть отдельно взятая школа в отдельно взятом государстве? Не может. Может там, где учитель. Учитель может исхитриться. Но это зависит еще от директора. Так же, как с уроками о важном. Можно ли разговаривать действительно про важное? А что такое важное? Любовь важная? Мне кажется, очень важная. Ну, вы стучат. Учитель выруливает, а на него стучат. Ученики? Сотрудники, уборщицы, родители. В чем все-таки была главная суть этой модернизации? Что получилось? Что получилось? Ведь что-то получилось. Первое. Очень коротко. Мы это делали с моим коллегой Татьяной Смирновой. И мы договорились. Я либерал, а она более консервативная. Она из православной гимназии. Но мы встали спина к спине. И не правее, чем она, не левее, чем я. Поскольку школа для всех. Это раз. Два. Мы придумали идею, что школа все-таки литература в школе. Не мы придумали, боже упаси. Мы воспроизвели старый принцип, что школа все-таки дает эстетический курс. Это про прекрасное, ужасное и про образы. Не про идеологии. Идеологии тоже есть, но они на обочине литературного процесса. Каждый год мы брали сквозную идею и произведения подбирались по тому, рифмуются ли они с этой сквозной идеей. И брали разные произведения от традиционных. Потому что школа не может обходиться без классических текстов. Но условно глава из Гарри Поттера была в учебнике. Современными текстами мы подкрепляли традиционные. Но условно книжкой Татьяны Толстой, легкими фрагментами из нее про отца. Детство Толстого. И такая получалась колбочка. Или фрагмент из книги Лавр Водолазкина. Петра Феврония. И кусочек из Лавра, где все переворачивается с изнанки. Потому что лечит женщина мужчину или мужчина женщину. И вдруг вопрос, почему появляются пластмассовые бутылки. И это живое. Или Бродский встык идет на смерть Жукова со Снегирем Державиной. И так далее и тому подобное. Это был очень консервативный учебник, я считаю. Потому что школа все-таки не терпит радикальных решений. Но он давал свободу. Он был построен так, что можно было выбирать Гроза или Беспреданница. Василий Белов или Владимир Сорокин. В старших классах. И даже Сорокин был в старших классах. Благодаря нашим коллегам, которые... Смотрите, что был принят документ, который назывался ужасными педагогическими словами. Примерная образовательная программа по литературе. По ОПУ. Но там было три колонки. Одна колонка — это обязательные тексты. И там Сорокина, конечно, никакого быть не могло. Вариативные тексты. То есть возьми пять сказок, выбери из них одну и проанализируй. И любимый мой раздел — С. Вариативные. И я не должен навязывать учителю Василия Белова или Владимира Сорокина. Потому что в одной школе Сорокин произведет катастрофу, а в другой все уснут от Белова. И наоборот. Есть школы, где надо читать сорокинские тексты. Ну да, там возникает проблема с матом, но не все матерные тексты надо читать в полном объеме. Все возможно. Было. И будет. Но не сейчас. Но скоро. Но скоро. А остались эти учебники в программе? Или… Нет, они вылетели. Школьная программа устроена так, что федеральный перечень учебников существует. И в него либо ты попадаешь, либо нет. Их вывели из этого федерального перечня. Но… Почему? Чем вам это объяснили? Слушайте, ну почему я не работаю на телевидении? Ну потому что я не работаю на телевидении. Ну нормально. Это производно от времени. Странно было бы думать, что это должно быть каким-то отдельным исключением. Но издательство выпускает небольшими тиражами, так что при желании… Там это не может пойти в школу широко, но это может пойти в школу узко. Уже хорошо, что есть площадочка. Я пристроился на этой площадке, свяжу как птенчик, и все хорошо. Клюем зернышко вместе с учителями. И эти зернышки – это русская литература и мировая. Да, еще один принцип, конечно, это мировая не отделена от русской. Русская лишь часть мировой. Как вам кажется, вот за этот период свободного образования в стране, который был, что получилось, а что нет? Потому что возникли там институции типа династии Дмитрия Зимина. И в 15-м году она исчезла. В 15-м году она исчезла, но до 15-го года существовала Шаненко. То есть возникли большие институции, которые влияли на образовательный процесс. Говорим в прошлом времени о большей части из них. Но тем не менее, как вам кажется, что удалось сделать? И есть ли эта инерция свободы все еще? Не все ли гайки закручены? Если мы считаем, что результатом является дееспособная модель, то ничего не удалось. Ничего. Если мы считаем, что результатом является судьбы десятков тысяч студентов, прошедших через эти системы образования, успевших воспользоваться этими моделями, и до сих пор в этом году все еще в одном из названных институтов продолжают выдавать Кемеровский диплом. Это личная судьба. Я сторонник второй модели. Уже нетрудно догадаться, что я про личное всегда выберу между личным и общественным. Конечно. Но про модель. Модель всегда производна от большой политической воли, от большой политической системы. Нигде не то, что посидит Путин и там думаю, сейчас вот мы конкретно... Нет, сидит какой-нибудь полковник в управлении по борьбе с экстремизмом. Значит, от нас выскочили 18-го, а значит ваше время пришло, сейчас запустим машинку по новой. Это личные амбиции, личные карьерные стратегии, которые в итоге приводят к тому, что модель складывается разрушающей. Нет больше в Санкт-Петербурге институт свободных искусств с Худриным. Есть Шаненко все еще, стоит, значит, одиноко в поле и шатается, но скрипит, но пока еще живет. И смотрите, вот меня уволили из вышки, да? Я вроде бы должен страдать и говорить, что нет, как только меня уволили, вышка кончилась. А до этого был, конечно, прекрасный университет. Никогда никого не увольняли, Женю Альбац не выгоняли, Матвеичев не преподавал. Катю Шульман не выгоняли. Катю Шульман из Гранд Хиггса не выгоняли. Все было. Баланс. Вот в большом корабле множество отсеков. Одни затопляются раньше, другие позже. Есть те, которые наверху, и там продолжает еще оркестр, как мы знаем из некоторых фильмов, играть. Поэтому их той же вышки. Но есть факультеты, к которым пришли раньше. Приставили нож к горлу. Есть те факультеты, где жизнь продолжается. Морально или не морально преподавать? Морально. Потому что ты обслуживаешь не свои интересы. И я много раз повторял, студента защищать надо. А что касается преподавателей, это вопрос отдельный. Я предпочел бы, чтобы меня не защищали. И чтобы никто не страдал из-за того, что кто-то хочет меня защитить. Я справлю. Саша, а вы считаете, можно вернуться всерьез в конец сороковых из сегодняшнего дня? Как бы система не старалась это сделать в своей архаизации? Ну, потому что все-таки время работает не на систему, а на молодых. Ну, во-первых, никогда никуда вообще вернуться невозможно. В 90-е по тем же причинам невозможно вернуться в какие невозможно в сороковые. Но что можно сделать? Можно взять старые чертежи и по этим старым чертежам строить новую реальность. Но люди же увидели новые чертежи. Вот что сделать, если у каждого человека в телефоне телеграмм. И он информацию эту все равно видит. Ему не нужен телевизор. И образование он получает тоже в телефоне какое-то альтернативное. Вы спрашиваете про что? Про то, как будет работать модель или может отдельно? Можно ли всерьез архаизировать то, что, казалось бы, уже ушло, и время все равно ведет вперед с его технологиями? Модель можно. То, о чем говорите вы, это индивидуальная стратегия. Опять мы возвращаемся к разговору. Можно ли? Вот мы в ту эпоху, когда индивидуальная стратегия еще возможна, как минимум. И семинары. Ну, я сейчас не могу называть признанной нежелательной организацией один университет. Но была модель вот поверх границ без диплома. Я не сторонник такой модели. Я сторонник как одной из возможных. Да, да, да. Можно ли через онлайн-курсы? Ну, сложно. При большом желании можно. К Курсере доступ закрыт. Но, в конце концов, можно извернуться и найти тех, кто оплатит этот доступ. Но это индивидуальный путь. Это индивидуальный путь. Индивидуальный путь возможен. И более того, он всегда, всегда, всегда побеждает. Ну, условно говоря, я из семьи, которая предрасположена к тому, чтобы думать так, как сторонники своего. Военная семья? Ну, не военная, связанная с военными. Окей. И жизнь сильнее. Опыт, приобретаемый в процессе жизни, важнее из воспитания, которое дает тебе семья. Ты в итоге оставляешь то, что ты выбрал. Я выбрал. Там есть доброта, которая часто не бывает в интеллектуальной среде. Иронии меньше, чем в нашем кругу принято. Там солидарность низовая. Да. Но и взгляды, соответственно, государство должен быть. Из меня государственник получиться. Плохой государственник получился. Хотя мне понятнее, что такое государство, чем многим моим интеллигентным современникам. Модель производна от политической системы. Индивидуальная стратегия производна от твоего собственного устремления. Пока лавировать можно. Нужно ли? Нужно. Потому что жизнь важнее и больше, чем те границы, которые перед тобой ставят общество. Как вы думаете, как можно описать то, что происходит сейчас с русской культурой? Вот все эти процессы, так называемые, отмены русской культуры, которые мы наблюдаем в некоторых странах Запада. Не во всех. Сами что-то мы отменяем, сами сажаем Женю Мерковича. Как описать эти процессы? Что происходит? Во-первых, я отмену русской культуры в России вижу. В большей степени? Гораздо несопоставимы, несравнимы в большей степени. Отдельные провалы есть не только в Новой Европе, но и в старой тоже. Но очень штучно. Системно только в двух-трех странах. Ну да, отдельно взятых, да. И про Украину я говорить не готов, вообще не готов, не имею права. Но здесь то, что сейчас я вижу, это есть отмена русской культуры в классическом ее изводе. Часть книжек изъяты из обращения в библиотеке, помещены в специальной комнатке. Это отмена. Маркировка иностранными агентами – это не отмена. Берковича, который вы сказали, но не только Берковича. И до этого множество спектаклей. Позорное, но хотя бы терпимое неупоминание, потому что хоть спектакли остались. Но тут спорят многие, можно ли идти на это или нельзя. Если режиссеры идут, пусть соглашаются. Это я не могу быть судьей. Если Крымов готов к тому, чтобы его спектакль воспроизводился, а фамилии не было, ну, значит, так тому и быть. Точно так же, как Туминос, если согласен с тем, что его спектакль идет. Вот я хожу каждый день, вижу афишу «Война и мир», режиссер не указывает. Хорошо, что не все спектакли сразу исчезают, как только меняется главный режиссер, не согласившийся с некоторыми требованиями. Не будем называть, опять же, в Петербурге такие есть великие режиссеры в великих театрах. Додин, да. Додин с одной стороны и могучий с другой. Да, Андрей Анатольевич, да. Опять, я не судья режиссером, я просто наблюдатель в данном случае. Я вижу, как это происходит. С книжками, да. Музеи, к сожалению, в результате всех происторических, геополитических, так сказать, процессов оказались маргинализированы. Музей же – это только площадка. Экспозиция плюс выставка. Выставки мы, ну, мы выходим из положения, как мы меняемся, но это же, в общем, понятно, что это маргинализация. Мир закрыт. Поэтому это отмена. Вот я это иначе просто определить не могу. Хорошо, телевидение зачистили давно. Прессу – да. Но кому, правда, помешал на афише «Туменос» или кому помешал «Серебряников» когда-то, или кому помешали мы все. То есть вы понимаете просто смысл этого? Я не могу его уловить, потому что это же все равно точечные вещи. Это не массово, это не «Первый канал», это не ВГТРК, это маленький театр. Я бы не называл это смыслом, я бы называл это логикой. Смысла не вижу, но логику наблюдаю. Во-первых, есть группы, борющиеся за свое присутствие в политическом поле. Им нечем заняться. Они пишут законы, не имеющие никакого смысла, кроме прохождения в Госдуме. Сам процесс, опять, мы возвращаемся к смыслу жизни, там процесс нашей жизни важнее, чем даже результат. И это хорошо. А здесь, когда в бюрократической системе процесс прохождения в документы важнее, чем результат – это плохо. Почему плохо? Потому что эта логика устроена так, что каждый следующий выпитый собой стаканчик должен быть чуть крепче предыдущего. Это логика бюрократической политики. Ты должен все время демонстрировать, что условия ужесточаются. Они ужесточаются, 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 ужесточаются. И все время надо придумывать новые, новые, новые образцы, как закон об иностранных агентах. Мы понимаем, что он, как закон, был ужасен, но хотя бы можно было понять, про что речь, пока власть говорила, я буду маркировать. Маркировать на таких-то, таких-то основаниях. Основания зыбкие, но тем не менее мы хотя бы их описываем. Потом вы должны отменить часть этих оснований и добавить новых. Потом вы должны отменить вообще все основания, потому что просто стоит человек в поле. Иностранный агент. Почему так вышло? Вы должны все время демонстрировать ужесточение. И это нарастание, потому что вы должны переиграть тех, кто хочет с вами в этой системе быть конкурентом. Конкурируют ниже не с нами, конкурируют друг с другом. Кто больше законопроектов проведет, кто придумает новые формулы. Поэтому логику, несомненно, вижу. Поэтому никаких оптимистических в рамках этого периода истории, который, с моей точки зрения, не столь длинен, как кажется. Никаких поблажек, улучшений не вижу. Все стало потихонечку превращаться в систему. Как мы в детстве играли. На кого Бог пошлет? Была такая идиотская игра. Бросаешь камень и замираешь. На кого на башку попадет, тот и проиграл. Эта система описывает именно такую модель, на кого Бог пошлет. Нельзя же сказать, что этот заслужил больше, чем другой. Нет. К чему это все отмена культуры в итоге нас приведет? Чем это грозит обществу? Это грозит поколенчески, прежде всего. Потому что, смотрите, Крымов, Быков, Туминас и дальше список длинный. Уже заявили о себе. И мы можем без всякого имени Быкова знать, что это Быков. Без всякого имени Крымова знать, что это Крымов. А что делать тем молодым режиссерам, сценаристам, драматургам, художникам, писателям, кто лишается доступа к публике в стадии входа? Это большой вопрос. Я надеюсь, что он не примет очередную форму поколенческого конфликта, что ложную вражду нам не предъявят в качестве выхода из тупика. Хотя кто его знает? Мы знаем, что условные Z-поэты, как Игорь Караулов, когда-то обожали Быкова и клялись ему в верности пожизненной и считали их своими учителями. Или как только им предложили выход за пределы этого влияния, они с удовольствием пошли. Но, повторюсь, мне кажется, что эта проблема в некоторых искусствах сложнее, в некоторых проще. Первыми, как всегда, летучие культурные институции – это книжки. Они не самые влиятельные на сегодняшнем мире, но они точно совершенно самые летучие. Во-первых, не нужно ничего, чтобы написать книжку, кроме времени и воли. Желательно компьютер, но даже без него иногда некоторые обходятся. Во-вторых, первыми спохватились поверх границ издатели. Я знаю два проекта, которые уже подтвердили свой успех. Это «Пятая волна» журнал и, наверное, будущем издательство, которое организует Максим Осипов в Амстердаме. И еще более широкий, более захватывающий проект, захватывающий территорию, я имею в виду, у Георгия Урушадзе. И это десятки книг за первые месяцы существования. При этом часть книг может распространяться только за границей, но часть может распространяться и в России. И это летучий проект. И он мне очень нравится. То есть писатель, напиши. Да, и второе, конечно, понятно, что на этом не заработаешь. Вопрос, готов ли ты стать нормальным западным писателем, который зарабатывает себе на жизнь одним способом, а реализуется другим. С театрами сложнее гораздо. С кино и совсем сложно. Хотя мы знаем, что документалку можно снимать на очень хорошую камеру, а можно снимать на очень плохую. С игровым сложнее. Мы знаем, что проекты некоторые, например, на «Ардоксфесте» были безымянными. Снимают документалисты в России, но сами снимают свои имена, потому что это для них рискованно. Так что часть культуры, часть инфраструктуры культурной будет сохраняться и развиваться. Часть проседать. И, конечно, отъезд в данном случае будет играть против развития культуры здесь. Потому что она приобретает шанс с другой стороны. Она становится более универсальной. Она становится частью мира. Она выходит за пределы своей узкой национальной локации, сохраняя национальные черты. То есть для людей это, скорее, плюс для деятелей культуры. В итоге это вызов, я бы сказал. А вызов дает возможность ответить на него и проиграть. Условием выигрыша является готовность к проигрышу. Но тот, кто будет объяснять, что мне не дали, будет в большинстве случаев врать. Не дали – это не воспользовался. Антон уже вспоминал интервью с Сашей Бауновым. И он там, среди прочего, кстати, говорит интересный тезис. Что кажется, что значение русской культуры несколько преувеличено. Что вот мы все воспитаны на русской культуре. Мы же, сейчас цитирую, не играем во дворе в Достоевского. Ты – старушка, а я – Раскольников. И побежали друг за другом. Нет, мы играем мушкетеров и прочие-прочие такого плана игры. Вы согласны с таким тезисом? Во-первых, слава богу, что Раскольников и старушка не играют. Во-вторых, все-таки тоже поколенческий выбор. Прямо скажем, трех мушкетеров дети не читают. Книжка устаревшая, прекрасная, очень важная для целого ряда поколений. Ну, так бывает. Может когда-нибудь в обдавленном виде, в виде комикса, культура живая, она требует новых форм. И ничего страшного в том, что одни формы, одни форматы и тексты умирают, а другие приходят на им на смену или меняют свою природу, свою структуру. Так что будет. Конечно, русская культура искусственно была в таком наморднике, чтобы не лаяла на европейскую. Ее держали в этих намордниках весь XX век. Мы не живем только с русской культурой. Когда мы описываем традицию, говорим, вот это наша традиция. Да, но это придуманная нами отчасти традиция, потому что реальный человек, которому мы адресуемся, если уж он читает, то, поверьте, он читает и переводную, и некоторые на языках, и в ряду с русской в перемешку. И какой симбиоз там образуется в голове отдельно взятого человека. Вопрос интересный социологический. Надо бы понять, что такое картина традиции в реальном ее измерении. Что касается языка, то и с языком будут интересные процессы. У новых уехавших будет новый русский. Не абсолютно другой русский язык, но обновленный русский язык. Потому что практики языковые, взаимодействия меняются. Я уж не говорю про идеологическое противостояние, потому что, как сказал один поэт, один писатель, слово «мир» и слово «война» в моих устах и в устах «Зет поэта» будут звучать по-разному. Я вас хотел в конце спросить еще о вашем литературном опыте. Вы только когда начинали, писали «Дружбу народов» в «Толстый журнал». Это 80-е годы. Я даже там работал. Да. У вас связи с Арменией. Вы сейчас бываете часто в Армении. И вообще, я думаю, что термин «постсоветские республики» или «бывшие республики» для вас не чуждый. И профессионально, и личностно, и биографически, со всех точек зрения. Как вам кажется, вот с этими событиями на Украине, когда... Можно ли забыть о термине вообще, о таком «постсоветский мир»? И что будет ли какое-то тяготение к российскому миру хоть у одной из бывших этих республик? То есть, хороним ли мы эту идею вообще постсоветского пространства через события на Украине? Что они сами закрывают вот этот вот постимперский свой синдром этими действиями? Ну, вообще, все, что произошло, это... Я описывал как крах того, в чем я занимался, в гораздо большей степени это крах всего, на что рассчитывала власть. Она хотела, чтобы Россию уважали в мире, Россию в мире... Может быть, стали больше бояться насчет уважения, как напряженка. Они хотели, чтобы НАТО не расширялось, НАТО расширилось вдоль тысячекилометровой узкой границы. Они хотели, чтобы Украина была разоружена, Украина вооружена как никогда в прежней истории, чтобы и дальше многоточие. Вот куда ни ткни, всюду клин. Поэтому это касается и попыток, мечты о восстановлении Советского Союза. Потому что у вас не хватает же сил на все. У вас, у них. Не может ли хватать сил на все? Этим надо заниматься. Условно говоря, чтобы УДКБ работало, надо помогать, когда возникают проблемы. А тебе не до того. У тебя другие гораздо больше. Ты имеешь колоссальный опыт. Мы берем там проблемы Арцаха, Армении, Баку, переговоров с непереговаривающимися сторонами. Но ты не можешь им ничего предложить. Чтобы заниматься проблемой твоих партнеров, сдам. Ты должен иметь свободу от своих проблем здесь. Нет, все, мне кажется, все поплыло. И в этом пункте тоже. Но это не значит, что мы сами не можем выстраивать какую-то совершенно новую постколониальную реальность в культуре. Но так, к сожалению, в истории России бывало, что все проекты политические не удавались. Мечта быть частью интегрированной в европейский мир, преследовавшей Петра так в итоге и не реализовалась в политической сфере. А в культуре, да, мы абсолютно европейцы. Даже если Европа этого не признает. И даже наши идиоты тоже европейцы. Европейский идиотизм присущ части культуры Европы. Что вы имеете в виду, которая может возникнуть сейчас? Ну, во-первых, в новой ситуации, когда мы опять должны учиться. И учиться мы должны у тех, кто нас окружает. Та же более понятная армянская или грузинская ситуация, казахская. Вы не можете жить просто в гетто, закрывшись от соседей, которые вас приняли. Вы все равно будете с ними взаимодействовать, у них учиться. Будут непонимания, которые нужно преодолевать. Преодолевая непонимания, мы тоже учимся. Нам предстоит учиться. Нам предстоит маргинализироваться. Это неизбежно. Нам надо забыть о своем величии. Потому что мы должны учиться. И учиться у тех, на кого поглядывали по-имперски. А вдруг оказалось, что они нас обогнали. И вдруг оказалось, что нам предъявить, им предъявить есть что друг другу. И это прекрасно, если бы не вы. Спасибо, Александр Архангельский. Елена, спасибо. Спасибо нашим зрителям. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok